Проблема поставлена на контроль. В недельный срок предложено обобщить итоги перечисления финансовых средств водо- и энергоснабжающей организации со стороны единого информационного расчетно-кассового центра ЖКХ МособлЕРЦ. Такое решение было принято по итогам рабочей встречи председателей комитетов МособлДумы Владимира Дупака и Владимира Шапкина с ответственными работниками МособлЕРЦ и руководителями управляющих компаний. Остроту проблемы обозначил в своем выступлении и руководитель администрации Щелковского муниципального района Алексей Валов. Вопросы по сбору денежных средств, которые считается в МособлЕР, за 6 месяцев жилого фонда МПДЖКХ компанией с услугой водоснабжения составил 80,2%. Наблюдается ежемесячный прирост дебиторской задолженности перед МУП Щелковской межрайонной водоканал 2,9 миллионов рублей. 2,9 миллионов рублей ежемесячно. Многочисленные жалобы со стороны жителей и управляющих компанией по вопросам платежных документов, а именно представление населения некорректных платежных документов. На совещании состоялся острый и нелицеприятный разговор с представителями руководства МособлЕРЦ, в котором участвовали ответственные работники ресурсоснабжающих организаций, директора управляющих компаний. Отмечалось, что необходимо срочно навести порядок в финансовых взаиморасчетах единого кассового центра ЖКХ района со всеми смежными организациями, откорректировать платежные документы, чтобы в будущем не приходилось перед населением краснеть завопиющие с точки зрения размеров начислений ошибки. Глава района Надежда Суровцева потребовала от руководства МособлЕРЦ составить четкий план исправления ситуации. Может быть тогда составьте очень четкую по срокам дорожную карту, программу, план устранения этих недостатков. Распишитесь в нем, чтобы в следующий раз мы пришли и конкретно сказали, вот это устранено, это не устранено. «Планируется в кратчайшие сроки обратить внимание руководства областного правительства на серьезные недостатки в работе МособлЕРЦ, которые выражаются в снижении собираемости платежей и образовавшихся долгах перед ресурсоснабжающими организациями, такими как водоканал и теплосеть. Необходимость срочно собрать, обобщить такую информацию и довести до руководства областного правительства, отметил по итогам рабочей встречи председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики МособлДумы Владимир Дупак». «Правильное, наверное, решение приняли, что мы на все вот эти факты получаем письменное подтверждение от управляющих компаний, от тех, кто с этой ситуацией связан, и дальше, значит, будем докладывать вышестоящему руководству». После состоявшегося разговора председатели комитетов МособлДумы посетили офис МособлЕРЦ в Первом Советском переулке. Здесь они убедились в том, что жители вынуждены стоять в очередях, время ожидания в которых может растягиваться более чем на час. Председатель комитета по вопросам имущественных отношений, землепользования, природных ресурсов и экологии МособлДумы Владимир Шапкин обратил внимание руководства МособлЕРЦ на необходимость изменить время приема, учитывая то, что, к примеру, в субботние дни людям удобнее приходить на прием в дневное время. Есть вопросы и к тому, как работает в помещении кондиционер. «Условия не очень комфортные. Стоит кондиционер, но он только на определенную территорию. А отдаленные территории самого офиса душно, понятно, людям не очень комфортно ждать. Слишком большой разрыв между получением талона и выплатой. Как мы, побеседовав с людьми, приблизительно уточнили, что это час ожидания. Такого быть не может». На устранение недостатков, о которых шла речь на рабочей встрече в администрации района, руководство МособлЕРЦ в село Месяц. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».